Всем привет, дорогие мои! Сегодня у нас с вами будет расхламление. Если интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. В самом начале хочу еще сделать акцент на вот этой коробочке. К ней мы вернемся в самом конце, потому что тоже, скорее всего, буду ее расхламлять. Но давайте же приступим. Здесь много всяких мелочей и не мелочей. Давайте, в общем-то, по порядку. Все, что будет попадаться. Первая такая вот коробочка. Давно у меня она лежала. Года два назад, даже три, муж мне дарил сережки. И вот в этой компании он покупал, ну, те, кто в Финляндии живет, вы знаете, наверное, эту марку. И вот лежала у меня, лежала эта коробочка. В ней я сережки, естественно, не храню. Вот, ну, наконец-то, наконец-то пришло время избавиться от нее. Дальше еще одна колода карт. Помните, я как-то вам показывала, что было несколько колод карт. От одной избавилась втихаря, а вот эта вторая, муж сам недавно расхламил. Дальше вот такой вот шнур. Я, честно говоря, не знаю, от чего он и для чего он. Но муж решил от него избавиться, сказал, он не нужен и так далее. Поэтому расхламляемся с большим удовольствием. Также вот такая вот штука. Это интернет. То есть, ну, сейчас уже все намного проще. В каждом мобильном телефоне есть интернет. А когда-то был вот на таких штуках. Не знаю, как это называется все точно. Вот, ну, естественно, уже года четыре, либо сколько он нам не нужен. Ну, вот. И пользовалась я, наверное, этой штукой только тогда, когда в университете училась. Но сейчас, конечно же, надобности в этом нет. Далее вот такая вот штука. Это, наверное, переходник какой-то. Ну, тоже муж расхламил. Следующая сим-карта. Когда-то, может быть, у мужа был. Либо это какой-то одноразовый телефон у меня был. Не могу сказать. Чехол. Он здесь сломался. Так, подождите, а где этот он был сломался? Или это не этот чехол? А, вот. Здесь вот он сломался. И муж сейчас на работу более такие, знаете, массивные чехлы носит. Поэтому расхламляем. Дальше спонж для макияжа. Я ими когда-то пользовалась. Сейчас я предпочитаю курдан наносить. Но вот видите, он уже и порван к тому же. И вот со всех сторон даже видно, да. И вот эта вот грязь не отмывается. Так что тоже выбрасываю. Следующее. Арифлейм. Когда-то давно я занималась Арифлеймом. И по какой-то акции можно было часы получить. Вот. И получила я эти часы. Много лет их относила. Они мне очень нравились. И даже я один раз, вот мы в Египте отдыхали, забыла их снять. И в море скупалась. Ничего с ними не случилось. Но вот тоже храню, храню эту коробочку. Для чего? У меня в принципе здесь ничего не лежит. Кроме двух этих монет, которые тоже буду расхламлять. Это монеты с Эврики. Здесь в Финляндии есть такое интересное очень место. Там, мне кажется, интересно его посетить вместе с детьми. Но опять же, монеты эти 13-го что ли года. Да, 13-го. Это когда я к мужу приезжала впервые в гости сюда. Ну, ни ему, ни мне эти монетки не нужны. Вот, если вам видно, это с нашими изображениями они сделаны. Вот. Ну и от коробочки тоже избавляюсь. Хотя она классная по качеству. И какие-нибудь мастерицы бы, может быть, что-нибудь с ней придумали. Хочу сказать, что свекровь... У моей свекрови тоже есть такая коробочка. Она ее использует. Сюда такой пухик положила внутрь. Повставляла иголки. И таким образом используют. Ей очень нравится. И, в принципе, это удобно. Поэтому вот тоже, знаете, как идея вам такая. Если нечто подобное у вас есть, так же можно использовать. Но я, в общем-то, избавляюсь. Потому что иголки у меня хранятся в другом месте. Ну и мне, в принципе, так удобнее. Дальше. Закончился буквально вот недавно скотч. Выбрасывал вот эту вот конструкцию. Могла бы, в общем-то, и заменить, как я до этого и делала. Просто вставила рулон со скотчем. Но вот эта штука, она абсолютно не отрезает скотч. То есть мне приходится... Так, сейчас вам покажу. Ну, что это такое? Вот. Мне приходится брать ножницы, отмерять вот так вот, отрезать. В общем, это неудобно. Она, видимо, уже все вышла из строя. Своё она уже отработала. Выбрасываю. Дальше. Здесь куча всяких разных дисков. Это муж. Все размусорил муж. Внутри он все пересмотрел. Сказал, что ему вот это все не нужно. Ну, естественно, и мне это не нужно. Правильно? Так что выбрасываем. Дальше. Здесь у меня три вакуумных пакета. Вот, видите, один, два, три. Фирму уже не вспомню, но они мне отслужили годы два где-то. Вот, то есть четыре раза их надувала, сдувала. И, ну, вот где-то что-то у них, какой-то прокол случился, и начали воздух пропускать. Вот, поэтому я от них тоже избавляюсь. Думала, может быть, как-нибудь придумать эти пакеты, знаете, что-нибудь там хранить. Но неудобно. То есть неудобно. Удобно ее в них лишь хранить, когда воздух сдуется. Вот. И можно хранить там одежду. В плане остального на самом деле неудобно. Следующее. Избавляюсь от этой косметички. Потому что, ну, есть у меня косметички. И много у меня их. Она абсолютно новая. Ничего я в ней не хранила. Вот. Я не знаю, может быть, маме, например, предложить. Если ей нужно, то я ей отдам. Если не нужно, выброшу. Много у меня косметичек. И больших, и маленьких. Поэтому, честно говоря, уже напрягает, что во всех этих наборах, наборах, есть, вот эти вот, идут косметички. Лучше бы какое-нибудь средство косметическое лишнее положили, нежели всякие косметички. Ну, в этом плане, ладно. Здесь у меня были кисти. Поэтому ничего страшного. Но все равно она мне не нужна. Избавляюсь. Дальше, дорогие мои, это просто моя боль. В прошлом году мне тетя из Питера подарила платок Павла Посадский. И она предупреждалась, что стирать нужно вручную. И я и стирала его вручную. Ну, и в прошлом году несколько раз. А в этом году, когда я доставала все зимние свои шарфы и все такое, я, в общем-то, сгребла все одной кучей. И положила в стирку. И что вы думаете? Я просто не увидела этот платок среди тех зимних шарфов. Как-то он там затесался. И я его просто-напросто не увидела. И когда я достала вот это вот, то, в общем-то, я очень сильно огорчилась. Но оно склеилось. Оно вот так вот форму всю потеряла. Ой, я настолько расстроилась, потому что он мне настолько нравился. Я была такая счастливая. Я так хотела Павла Посадский платок. Как-то вот несколько лет прям хотела. И когда тетя мне подарила, я была просто счастлива. Так что сейчас очень расстроена. Но никак уже его не восстановишь. Поэтому, естественно, выбрасываю. Дальше. Тут у меня все перепуталось. Так. Сережки выбрасываю. Очень они мне нравились. Заказывала на Алиэкспресс. Года два проносила. Обалденные сережки, девчонки. Если кому нужно, пишите. Я вам ссылочку на... Так. Что это? Ткань какая-то. Я ссылочку на них вам обязательно оставлю. Ну, просто они уже начали чернеть. Вот. И здесь, и здесь. Вот. Поэтому, ну, нет смысла их уже носить. А так я их просто обожала. Часто носила. Получала комплименты с ними. Финны как-то вот финки. В основном финки. На работе очень отмечали. Что очень красиво сережки. Где покупала, красиво смотрится. Дальше вот такое вот было украшение. Ой, я уже не знаю, сколько этому украшению лет. Оно мне досталось от моей тети родной. Тетя Жанна, привет. Знаешь, что смотришь. Вот. Когда-то она подарила его мне. Когда у меня такой возраст юности был. И мне так оно нравилось. Я его так любила носить. Потом она со временем немножко почернела. И когда у меня... Когда я сдала на права. И купили мы с мужем машину первую. И настолько она мне нравилась. Вот это вот украшение. Я вот даже после того, как оно немножко почернело. И прям избавиться от него не могла. И я вот это украшение повесила. Где зеркальце. И оно так элегантно там смотрелось. У нас машина была серенькая. И вот это украшение тоже такое под серебро. И в общем оно настолько там так красиво элегантно смотрелось. Больше ничего у нас не висело. И всем так нравилось. Все спрашивали, а где, что, откуда. Подари. Даже просили. Представляете? Вот. Но сейчас, я не знаю, видно вам на камере или нет. Сейчас очень-очень оно почернело. Поэтому, ну, даже уже в машине как-то не камильфо, скажем так. Ну, и плюс вот эти вот... Застежка поломалась. Так что вот прошло очень много лет. С тех пор, как мне тетя подарила это украшение. Я его на самом деле очень любила. И с такой грустью тоже расстаюсь. Вы даже не представляете. Но это не серебро. Это просто обычная такая бижутерия. Поэтому, ну, то, что оно сильно почернело, уже никак не исправить. Но очень мне нравилось. И я вот думаю, что если увижу нечто подобное где-нибудь, когда-нибудь в продаже, мне кажется, я куплю. Потому что вот настолько запала вещь в душ. Ну, вы знаете, бывает такое. Дальше. Здесь избавляемся от джинс. Это джинсы мужа. Здесь, в общем-то, они немножко малы стали. И плюс, по-моему, ширинка сломалась. Или что? В общем, что-то тут не в порядке. Может быть, не ширинка. В общем-то, от них мы избавляемся. Потому что уже даже не по размеру. Поправился у меня муж немножко. Дальше. Избавляюсь от очков. Когда-то были куплены на Алиэкспресс. Ну, я где-то год-два их проносила. Но вот видите, сломались. Не знаю, как так получилось. Но сломались, сломались. Качество стекол очень плохое было. Пропускала солнечный свет. И глаза очень уставали. Поэтому я вообще даже ни разу не расстроена. Вот такая вот штука. Тоже, если кто знает, это, знаете, как бы корректор. То есть полосочкой это замазывался. И полосочкой замазывалась. И сверху можно было писать. Но вы знаете, мучила я его, мучила. Но настолько неудобно. Проще всего купить обычный корректор с кисточкой. Вот это вот, ну, совсем нет. Вот такое вот периодически случалось. И не знаю, что с этим сделать. В общем-то, все. Надоело. Выбрасываю. Дальше от пакетов вакуумных. Вот эти вот штуки тоже выбрасываются. Потому что они, естественно, не нужны. Вот эта вещь вообще обалденная была. Заказывали на Алиэкспресс. Подключаешь к велосипеду и ездишь. И здесь можно было измерять скорость во время езды. Сколько километров ты проехал за день, за месяц. Вообще за все время. Это такая крутая была вещь. Пользовалась ей года 3-4, мне кажется. Вот. И с таким большим удивлением замечала, что за год где-то тысячу километров я наезжала. То есть я очень люблю кататься на велосипеде. Я ездила на тот момент и на учебу, и с учебы на велосипеде. И после учебы я любила очень покататься. Такая крутая штука. Но вот сломалась. Не знаю, в чем проблема, в чем дело. Тоже, к сожалению, выбрасываю. Потому что сломалась. Но не знаю. Если вот с малышом, например, будем кататься на велосипеде, будет нам это все дело нравиться. Я снова найду такую штуку и закажу. Потому что вещь обалденная. Для тех, кто, знаете, любит проконтролировать. А действительно, сколько-то километров я сегодня проехала. А какая у меня сегодня максимальная скорость была. А сколько километров за год я наездила. Ну, это круто. Но вы представляете, узнать, что за год тысячу километров проехать. Ну, это не знаем. По крайней мере, мне эта штуковина очень нравилась. Дальше. От наушников, от разных-разных наушников. У нас такой небольшой пакетик насобирался. И вообще вот эти вот штуки, они уже тех наушников уже давным-давно нет. Они уже сломались. Мы уже давно их выбросили. А вот эти штуки все лежали. Так что тоже выбрасываем. Так, ну и предпоследнее. Это полотенчик. У меня еще одно такое есть. Ну, смотрите. Порвалось. Не знаю, почему. Что случилось? Порвалось. Ну, знаете, таким пользоваться как-то стыдно. Ну, и в цвете тоже оно уже потеряло. Второе. Точно такое же полотенчик. Оно отличное по качеству. Нет никакой там ни дырки, ничего. Вот. Вот здесь была такая проблемка. Ну, поэтому от него и избавляюсь. Ну, и последнее, девчонки. Вот эта коробка очень долго у меня стояла. В принципе, без особого дела. И вообще, если вы со мной давно, вы знаете, что я коробки иногда делаю своими руками. Вот эта коробка была такая, в общем-то, оставалась плохая ткань. И, в общем-то, оставалась одна коробка. Я решила вот это все совместить. Но в итоге что получилось? Видите? Она криво, очень плохо сделана. Делала ее на скорую руку без особого энтузиазма, потому что, в принципе, она мне никуда не нужна была. Для чего делала, почему делала, даже не знаю. Может быть, жалко было ткань выкидывать или лишь бы сделать. Но, может быть, поэтому снаружи вроде бы неплохая. Но внутри, конечно, косяков очень много. Ну, вообще, может быть, они из-за того, что ткань тоже очень здесь плохая. Вот. Поэтому стояла она, стояла. А сейчас я буду избавляться от нее. Вот. Сейчас все сюда складу и от всего избавлюсь. Но ткани у нас отдельно, в общем-то, выбрасывается все отдельно. Я, в общем, это, конечно, сейчас все разберу. Но коробка тоже у меня пойдет на выброс, пойдет на мусор. Вот, девочки, такое у меня было сегодня расхламление. Я не знаю, надеюсь, вам было со мной интересно. Вы, может быть, подсмотрели что-то, вспомнили, что у вас, например, такое же есть. И тоже нужно от этого избавиться. Вот. Надеюсь, что я вам была полезна. Надеюсь, что я вас сподвигла на какое-нибудь очередное расхламление. Может быть, на всю квартиру. Например, знаете, посмотреть некоторые полочки, в которых какие-то мелочи у вас лежат годами. Ну, или вот даже те же самые диски взять и размусорить. Потому что, мне кажется, мало кто сейчас пользуется этими дисками. Так что, вот, девочки, пишите обязательно мне в комментариях, любите, не любите такие ролики. Что вы по этому поводу думаете, по поводу расхламления полезны, не полезны эти ролики. В общем-то, пишите все, все свои мысли. Ну, это все на сегодня. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok